Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Предлагаю вашему вниманию сказку про динозавра и мышку. Жил-был в лесу динозавр. И был он всегда хмурый, ни с кем не здоровался и никому не улыбался. И все лесные звери боялись динозавра, потому что никогда... Не знаешь ведь, чего ожидать от динозавра, который никогда не улыбается? Правда? И когда он проходил, все прятались от него. Кто под кустом, кто в норке. Так они и жили. И вот однажды динозавр лёг спать вечером на кочке в лесу. У него ведь и дома своего не было. Ведь зачем дом, если туда не приходят в гости друзья? Но он не знал, что улёгся прямо рядом с мышиной норкой и своим большим боком закрыл вход в неё. Так что он спокойно заснул, а чуть позже прибежала мышка. А дверка-то домой закрыта. Уж мышка и лапками отталкивалась, и винтом ввинчивалась, и боком пыталась проползти. Ну, никак не влезть в норку. Пыхтело, пыхтело. И тут динозавр проснулся. Да не просто проснулся. Он извивался, катался по земле и хохотал. И никак не мог остановиться. Оказывается, он боялся щекотки. В конце концов, от смеха у динозавра потекли слёзы, и он начал чихать. Когда же он успокоился, то сказал маленькой мышке, «Как же здорово, что ты меня рассмешила! Давай теперь дружить!» «Хорошо», — ответила мышка. «Только отойди от моей норки, а то ты загородил дверь, и я не могу зайти к себе домой. Ой, извини!» Вежливо ответил динозавр и подвинулся. С тех пор они стали дружить. И дружат до сих пор. Они вместе гуляют, смотрят мультики, играют и рисуют. И динозавр теперь очень часто улыбается. И все звери в лесу с тех пор стали дружить с динозавром. И зайка, и лисичка, и волк, и лягушка, и даже медведь. Они построили динозавру большой красивый дом. И все приходили к нему в гости и рассказывали всякие интересные и весёлые истории. Ребята, ну вот такая коротюсенькая сказка, очень коротенькая. И самое интересное, что у этой сказки нет автора. Получается, что просто так эта сказка вроде бы как народная стала. Вот интересно узнать бы, кто же написал такую интересную сказку для детей. Ребята, а вы знаете, кто такие динозавры? Ну, молодцы, конечно. Вы скажете, что это древние такие рептилии, да? Они бывают разными. У кого-то, может быть, из вас даже есть коллекция динозавров. Ну да, это классно иметь такую коллекцию. А ещё, наверное, вы лепите динозавриков то ли в детском саду, то ли в младшей школе, а может быть, даже и самостоятельно. Да, ребята, динозаврика очень легко лепить, да? Вот вы видите картинку этого динозаврика? Просто два цвета, да? Здесь такой розоватый цвет и зеленоватый. Туловище. У него длинная голова, да, и короткие передние лапки. Ну и такие мощненькие у него ноги, да, на которых он стоит. Это вы видите на картинке. Но, ребята, а вы знаете, что, конечно, все животные, они изменили свой внешний вид до неузнаваемости, потому что другие условия жизни создавались на нашей планете. И вот говорят, что вроде бы как куры – это потомки динозавров. Вот как вам такая история, что куры – это потомки динозавров. Ну, если вы знали такое, тогда ставьте лайк моему видео. Ну, а мышка? А мышка у нас, конечно, героиня многих сказок. И вам, наверное, и мышку легко вылепить. А еще вы, наверное, с удовольствием смотрите разные приключения, да, Микки Мауса. Такой модный этот мультфильм. Ну, вот, ребята, вы просмотрели картинку из динозавров, прослушали историю, и можно сделать вывод, что если на вашем лице будет улыбка, поэтому вас не будут бояться посторонние, поэтому почаще улыбайтесь. С вами была Надежда Николаевна. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего!